Горец С древнейших времен камню в жизни дагестанцев отводилась особая роль. Его обработка – одна из самых ранних отраслей ремесленного производства. Камень применялся не только в строительстве жилища Горца, но и использовался как украшение этого самого жилища. Художественная резьба по камню – один из древнейших видов народного искусства Дагестана. Наша республика изобилует различными типами строительного и поделочного камня, что во многом и предопределило высокий уровень искусства резьбы по камню. Этот промысел на территории Дагестана возник во II тысячелетии до н.э. Основные элементы повествовательного орнамента, именно он господствовал вначале, имели конкретное содержание. На втором этапе, начало которого исследователи относят к VII веку, на архаический слой местного декоративного искусства напластовываются новые художественные формы, иногда привнесенные извне, используются новые технические приемы. С XV века начинается третий этап, который отличается резкой индивидуализацией самобытных художественных форм. Это касается прежде всего надгробий. На конец этого периода, на XVIII век, приходится наивысший расцвет искусства резьбы по камню. Последний этап начинается в XIX веке. В этот период происходит дальнейшая индивидуализация декоративных форм, усложняется и видоизменяется орнаментальная композиция. Совершенствуется техника резьбы, определяются основные очаги камнерезного искусства. В XIX-XX веке особо расцвел резьба по камню на надмогильных плитах. И можно выделить основные центры, очень известные, которые, возможно, и сейчас работают, но не в таком же объеме. Это, конечно же, надо назвать Чох, Сагратль, Ругуджа. Это, конечно же, Кумух, Кули, Хури. Это Хив, Хучни, Джули. Это в Дахадаевском районе Улу-Айя, это Судбук, это Уркарах. Это Кумухские центры, это Андреаул, это Акса, это Тарке, это Каравдахкент и так далее. Вот это вот основные центры. И, конечно же, Дербент. Существуют сведения арабских источников о том, что они видели здесь, в Дербенте, изображение человека, скульптура, человека, у которого сидит лисица. То есть это целая уже скульптурная композиция и так далее. Ну и вопрос, может, такой возникнет, куда это все поддевалось и почему все памятники, которые зритель может увидеть и в нашем музее, в музее Краеведческом и так далее, они все покороблены, они все разбиты. Это, конечно, и время, и это, конечно, эпоха наступления ислама, исламской традиции, исламской идеологии, когда шел запретное изображение живых существ. И все эти изображения живых существ, как фигуры людей, фигуры животных, птиц и так далее, они преднамеренно, да, надсекались в районе шеи, головы. То есть считалось, что если нанести вот такой вот надрез, то животное будет умерщвлено. Таким образом, у них как бы нет грехов перед Всевышним. Ну, это, опять-таки, наша история, и к ней можно относиться, но она есть. По своему назначению, дагестанские памятники резьбы по камню можно разделить на три группы. Самая многочисленная и, пожалуй, наиболее изученная группа – это надмогильные камни и другие культовые памятники. Следующая группа – резные камни, используемые для украшения домов в качестве архитектурного декора. Это не только резные камни, находящиеся в кладке стен, но и тимпаны, косяки, наличники, опорные столбы, каминные плиты и так далее. Наибольшее число памятников этой группы сохранилось в кубачах. Третья группа, из которой до нас дошло наименьшее число памятников – предметы быта. К ним относятся каменные подставки под прялки, ступки, корыца, чаши и другие предметы домашнего обихода. Что касается орнамента, используемого дагестанскими резчиками по камню, то можно выделить четыре его вида – графический или повествовательный, геометрический, ленточный и растительный. В 17-19 веках происходит возрождение так называемой современной петрографики, особенно распространенной в аварских горных регионах и особенно в гигантинском вольном обществе. Речь идет о каменных плитах, гладко-обтесанных плитах, на поверхности которых размещался тонкой графической линией, какой-либо знак или являющийся символом. Это, возможно, пережитки еще до исламских, до христианских верований, но, тем не менее, они очень ценны, и все они носили роль, конечно, оберега, роль определенной надежды на чудодейственные силы, которые помогут семье, дому, тухому, отгонят злых духов и так далее. О чем идет речь? Это спирали, это вавилоны, это кресты, это изображение лабиринтов, это изображение птиц, все очень условно и обобщенно, и, конечно, изображение руки человека. Самое популярное и самый сильный, по мнению горцев, оберег. А то, что касается, например, лабиринтов, которые очень часто встречаются, и вот есть в коллекции нашего музея, то считается, по крайней мере, в Тарах Паверии, говорится о том, что злой дух, который хочет проникнуть в дом, он попадает в этот лабиринт, запутывается, и тем самым он преграждает путь всему плохому и недоброму, что он может с собой принести. Говоря об искусстве обработки камня, нельзя не отметить и мастерство тагестанских строителей и каменотесов, творивших с камнем чудеса. Дома, построенные ими не одно столетие назад, и сегодня восхищают качеством вкладки и тщательностью обработки камня. Впрочем, и нынешнее поколение не уступает мастерам прошлого и является достойным наследником их традиций. Строить у нас по-прежнему умеют. Ну а что касается резьбы по камню, то этот промысел продолжает развиваться. Зная классическую скульптуру, наши ребята многие не знают свое, обрабатывают, материал не умеют. Знают, как работать с глиной, керамикой, гипсом умеют. А вот с камнем, с каким-то нашим материалом, с деревом, не до конца умеют. Вот мы ее включили, и как раз на более старших курсах они, конечно, и пройдут по декоративно-прикладному искусству, практикум учебных, мастерских, потом в спецкурсах, они могут более углубленно и технологически на высоком уровне это все пройти. Но на втором курсе они проходят как раз, мы включили в завершающем этапе, по скульптуре они как раз и изучают, вот работав с камнем. Мы кого-то именно классической, настоящей скульптурой, станковой скульптурой, конечно, удивить не сумеем. Но я все-таки больше упор делаю на традиционном, нашим, на дагестанском прикладном искусстве. Там те заморочные мотивы наших, значит, до мусульманского периода, те рельефы, орнаментальные, значит, какие-то решения. Последнее время, когда наши дагестанцы имеют возможность уже строить так, как сам хочет, многие уже чувствуют, хотя мы говорим, что человек, может быть, не обучен, не имеет вкуса, а вот, видимо, в генах есть все-таки свое, наше. Вот они хотят. Вот приходят, вот те мотивы, которые были, может быть, вот, например, звериные какие-то мотивы, тыгры, львов, это проходит. Сейчас уже появились такие мотивы, например, что-то очень мирного, красивого, вот, например, буйволов, быков, замужные какие-то, как бы черепахи, какие-то мотивы хотят уже ставить во дворе, у себя где-то парковые скульптуры, вот, например, может быть, где-то на лужайке где-то, потому что это глаз радует. Для камнерезного искусства горцев почти на всем протяжении его развития характерно отсутствие единого для всех районов Дагестана художественного стиля. Это объясняется тем, что природно-географические и социально-экономические условия не способствовали такому единству. Хотя памятники, обнаруженные в аварских, даргинских, лизгинских и лакских селениях, говорят о том, что в истории этого промысла были периоды господства единого стиля орнаментального декора. Сегодня, когда в Дагестане вновь пробуждается интерес к камнерезному искусству, похоже, просматривается тенденция к образованию единого стиля. На мой взгляд, было бы правильнее продолжать и развивать традиции каждой из школ камнеобработки. Хотя то, что этот промысел возрождается, уже хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...